Всем привет! Всем здравствуйте! Друзья, сегодня хочу поговорить о черенках. Почему мы построили череночник? Чтобы сделать растительную систему, чтобы он в тенечке. И начнем вот с черенков. Сразу скажу, вот в той стороне у нас находится юг. Ну а сзади у нас север. И вот которые череночки у нас на солнышке, они у нас просто горят. И лето было такое, что в теплице ни вентилятор не помогал, никакой влажности не было. Просто ходили, опрыскивали наши черенки. То есть выпада очень много. Сейчас немножко пробежимся. Вот, например, вот там череночки в тени. Они у нас чувствуют себя отлично. Ну, надо их постоянно прыскать. Без растительной системы вообще ни о чем. Хочу сказать еще по земельке. Земельку мы готовим торф, песок и вермикулит. Торф желательно лучше лесной, земельку лесную. Это будет очень высокий результат укоренения. Ну, мы пока не нашли. И пользуемся обычным торфом. Мешаем мы вот такая тачка у нас торфа идет. На такую тачку ведро песка и полмешка вермикулита. Вермикулит у нас вот такого полмешка получается бумажного. Не знаю, он легенький по весу, сколько он идет в килограмме. И вот такой он, рыженький, коричневый, для разрыхления почвы. Ну, и вот такой состав у нас получается. Оно как губка даже вот нажимаешь на стаканчик. Вот, она возвращается на свое место. В общем, земля дышащая. Также вот даже по клубнике, посмотрите, все сгорает. Ну, и тут вот у нас гортензии, они все укореняются. Тут вот немножко залито. Такая светленькая. Ну, в общем, по укоренению у нас очень плохо. Раньше не такие объемы укореняли. Сейчас плотненько занялись черенком. И то есть, этот год показал, что нам нужен череночник. Вот так это все выглядит. Ну, некоторые хорошо. Вот кизильник. Вот вытащу, не вытащу. Вот корневая система. Еще по черенкам некоторые череночки у нас. Ну, декоративка очень тяжело приживается. Это вот типа тополя. Это вот дерево. Тополь очень плохо, вот серебристый. Очень плохо приживается. Очень много выпада. Тут без череночника вообще. Даже нет разговора его укоренять. Выпад очень огромный. Ну, и дальше тут немножко расскажу, что мы укореняем. Все, конечно, не обойти за короткое время. Не люблю длинные ролики. Также у нас вот укореняется тут и... Раньше вы укореняли чисто плодовку. Кружевник, смородину, облепиху. Вот у нас облепиха тут и укореняется. Ну, а сейчас и перешли и хвойники, и все-все-все, что не приколочено. Мы черенкуем, все пробуем. Кстати, есть на канале у меня видео, где мы укореняли гортензию осенью. Также осенью все будем укоренять. Оставлю ссылочку. Укореняли тую. Посмотрели, как корень откуда идет. Обязательно оставлю ссылочку на гортензии, на туи. Как у нас все осенью укоренялось. В общем, летнее укоренение. Обязательно нужен череночник с растительной системой. Ну, я думаю, мы добьемся этого результата. Кто нас смотрит, знает, какая у нас пассивная, отличная. Самое главное, температура, влажность. И все, если для растения сделаете грамотно, то у вас будет все шоколадно. Тут у нас вот всякие хвойники тоже укореняются. Ну, вот еще повторюсь, что на солнышке очень туго. Вот эти в тенечке хорошо череночки себя чувствуют. В общем, пробуем и окрылом накрываем. И всяко-всяко-всяко, но очень проблемно. Я уж по череночкам не буду, по сортам и розы пробуем. И все-все-все будем в будущем размножать черенкованием. Ну, а тут у нас витринки потихонечку настраиваются. Вот мы с усов выращиваем, размножаем клубничку. Видео тоже поснимаю. Вот зефир я с семян выращивал. Ну, это другая тема. Кому интересно, сниму видео по ценам. Как мы сеяли, какая сейчас ягода с первого года. В общем, молодое растение, обязательно сниму видео. Постараюсь, по крайней мере. Ну, и тут у нас вот сами маточники стоят. Тут у нас много-много чего. Перечислять не буду. Кому что интересно, задавайте вопросы, отвечу. Тут у нас хвойники. Здесь у нас гротензия крупнолистная. Цвет такой красный. Потом она голубенькая становится. Очень интересный цветок. Не знаю, по сорту какой. Тут ива шаровидная. В общем, вот тут жарко было в этой стороне. И солнечно. Тут вообще у нас все горело. Вот первое черенкование летнее. Это мы уже перебрали. Тут вообще пожар. Я уже видео снимал на эту тему. Ссылочку оставлю, кому интересно. Может, там что-то для себя новое увидите. Барбарис тоже сложно черенкуется. Ну, потом постараюсь сделать видео, что отлично черенкуется. Что плохо. Розы. Тут у нас тоже маточники стоят. Это, наверное, будем продавать в следующем году. И себе готовить маточник со свежих черенков. Тут у нас стойки. Это у нас будет витрина, самообслуживание. Поставим ценники. И люди будут. Все для людей. Будут приходить, выбирать. Себе товар. Тут мы клубнику перебирали на витрину. Тоже волосами размножали. Тут вот тоже и доделали. Сегодня занимались. Это у нас барбарисы семян. Даже барбарисы вот все погрели. Сегодня поливали укоренителем все. Знаешь, что? Так, тут у нас гортензия метельчатая. Четырех видов. Тоже надо ее обрезку будем делать. Осенью, наверное, черенковать будем. В общем, перевалим в 10-литровый объем. На следующий год пойдет на продажу. Там у нас перейка. В общем, много что интересного. Тут сделаем дверь напрямую. И тут у нас получается череночник. Так он выглядит. Не достроен еще пока. В общем, надеюсь, все будет отлично. Ну и прежде, как укоренили растение, лучше желательно пролить укоренителем. Кто-то макает в корневин. Мы тоже через корневин работаем. Но обязательно обогащаем свою земельку укоренителем. Тоже ссылочку оставлю по укоренителю. Ну, сейчас покажу, как мы разбавляем его в объеме. Например, начеренковали, начеренковали много растений. Сразу, чтобы не поливать. Ну, у нас так в этом году получилось. Так-то желательно сразу проливать. А потом через две недельки еще дать монофосфат калия с этим удобрением. И тогда будет вообще огонь. И вот на такую бочку мы, 200-литровую, скидываем монофосфат калия. Это получается где-то примерно 25 грамм на 10 литров воды. Ну и такой бутылек, полтора миллилитра получается на литр воды. И в бочку вот так скидываем. И подкармливаем все наши череночки. Ну и скоро будем готовить комнату. Там у нас тоже клубничка с усов. Разводим тоже сегодня укоренителем пролили. Под окрылом солнышко сегодня пекло. Так она и выглядит. Тут зефир у нас. В общем, как-то так работаем. Это у нас будут шкафы для посевов, для черенкования осенью, зимой будем работать. Ну все. Вроде бы все сказал. Что не сказал, задавайте вопросы. Надеюсь, отвечу. Всем пока. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»